Большой скандал в региональной блогосфере вызвало фото, выложенное в Инстаграм самарского бизнесмена Артёма Ша. Мужчина в день рождения своей малолетней дочери устроил вечеринку в театре оперы и балета с приглашением детей, которые занимаются танцами в Самарском хореографическом училище. Вскоре в соцсетях стали появляться возмущённые комментарии родителей. Они негодовали, что детей туда пригласили обманом, якобы для участия в репетиции и концерте. Родители даже показали официально письмо из училища. А на поверку оказалось, что юные девочки 10-12 лет приняли участие в частной днюхе. Вот как описала происходящая одна из мам в комментариях. Дети привели в душных гримёрках за кулисами пять часов в масках. Они что, крепостные актрисы? Почему они должны танцевать в угоду каким-то дядям и тётям? Перед выпивающими и закусывающей публикой? Насколько нам известно, этой танцевальной студией руководит Самарское хореографическое училище. Оно же является арендатором площади театра оперы и балета. В связи с этим возникает вопрос, как такое возможно, что в период обострения пандемии государственно-бюджетное образовательное учреждение освобождает своих воспитанников от занятий в школе, чтобы они кого-то там развлекали на частной вечеринке, проходящей в бюджетном учреждении. У вас есть ответ на этот вопрос? Блогер Нина Дюкова рассказал, что в Самарской области сотрудница ИК-29 оказывает волонтёрскую помощь с людям с ограниченными возможностями. Прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова служит в колонии инструктором-кинологом. Одновременно она волонтёр общественной организации «Белая трость». В сфере заботы этой структуры люди с ограниченными возможностями по зрению. Среди них немало детей, нуждающихся в особо повышенной заботе. Анастасии большую часть неслужебного времени уделяет волонтёрской работе. Она заботится не только о здоровье детей, но и помогает им получить достойное образование. Анастасии помогает особым детям получать образование в Тольяттинском медицинском колледже. Девушка с помощью социальных сетей ищет абитуриентов с ограниченными возможностями для бесплатной учёбы в колледже. Помогает обустроиться в общежитии, приходить и уходить с занятий, выполнять домашние задания. Также организует для особых учащихся экологические лагеря. Волонтёрскую работу ей помогает выполнять немецкая овчарка по кличке Гром. Собака-поводырь – лучший друг для таких людей. Всего под волонтёрским патронажем Анастасии 50 человек.